Книга открытым оком. Вопрос 2152. Восьмой том. Как вы работаете с религиозными книгами, чтобы уяснить их содержание? Прихожу в книжную лавку и не знаю, что же купить, что мне крайне потребуется. Отвечает Игнатий Тихноч-Лапкин. Большая зависимость всегда от того, что у тебя уже есть, накоплено, что знаешь, помнишь. Если книги немного нового, то я ее быстро конспектирую, делаю выписки. Когда книга содержит много новой информации, тогда я ее покупаю себе. Но вот что взять из вашей книги, это только сам человек должен определить. Я одно буду выписывать, а вы совершенно другое. Мне часто люди говорят, что нужно побольше давать пояснений, комментариев на те выписки, которые я уже дал. А мне уже трудно взойти на ту ступень, с которой эти голоса раздаются, так как мне уже кажется, что все, все то знают, о чем я умолчал. Выписываю то, что знаю, но другим не дал, и это теперь для общей трапезы готовлю. Но всегда это делается совершенно определенной целью. Вывести авторитет Христа и авторитет Библии. На днях этот путь прошла одна многоинформативная книга через мой компьютер головной, и вот что я из нее выписал. Почти всегда даю без комментариев, чтобы человек мог расширить свой кругозор. Толковый типикон. Михаил Скабалонович, профессор Киевской духовной академии. Выпуски 1, 2, 3. Москва. Паломник. 2003 год. Прождество Христово. Бесплатное приложение к журналу. Руководство для сельских пастырей. За 1909 год. Киев. 1910 год. 842 страница. Страница 1. 842 страницы в этом материале. Страница 1. Начавшееся в апостольский век образование нашего богослужения закончилось, можно сказать, только в XVI веку, когда устав его получили вполне в нынешний вид. Страница 2. Богослужебный устав разрабатывался лишь достойнейшими сынами церкви. Непосредственными авторами его были люди, не имевшие другой жизни, кроме молитвы и поста, которым сладость богослужения позволяла принимать пищу раз в пять дней и спать не иначе, как стоя или сидя. Влияние исходит от этих сорокократных «Господи помилуй». Страница 3. В молитвах святость измеряется древностью. Число труп доходило до ста у евреев. Сейчас муэдзины такими урожками созывают на молитву. Страница 6. Для пения за богослужением еще Давид отделил четыре тысячи певцов и музыкантов из тридцати тысяч всех левитов. Второй паралипомедон, двадцать три пять. Страница 7. Пение было унисонным. По-старообрядчески. Страница 9. Синагога рождена была в Вавилоне. Страница 10. Мишна, часть Талмуда. Учили призносить формулу во время дождя и слыша добрые вести. Благословен, приблагий благодетель. Слыша худые вести, призносить. Благословен, судья праведный. Увидя радугу, благословен, верный своему завету. При виде негра, краснокожего, альбиноса, великана и карлика призносить. Благословен, разнообразящий свои творения. При виде красивого человека или красивого дерева говорят «Благословен, создавший в своем мире красивые существа». При виде идола говорите «Благословен, долготерпеливый». Страница 13. В праздники читались нерядовые параши. Страница 14. Из внешних знаков, сопровождавших богослужение и молитву в синагоге, были в употреблении наклонения головы и поясное наклонение корпуса. В посты крестообразно простирались на полу. Преломнение хлеба, общее обозначение трапез, богослужение было по домам. Агапы сохранились до 4 века. Третий час по нашему, 9 час. Страница 20 и 62. Проповедь в апостольское время на богослужение занимало особенно широкое место, на первом месте. Страница 123, 3 век. Кроме среды и пятницы, и пасхального поста, других постов еще не существовало. Но были общественные посты по случаю бедствий и засухи. Сорокодневный пост перед Пасхой, заменивший в 3 веке, хотя не везде еще прежний, более короткий пост. В Александрии пост только несколько дней. Уничтожение Агапы любви. Страница 188. Карфагенский собор Блаженный Августин, Папа Святой Иннокентий, 1, 42 по 417, считали неканонические книги Премудрис Соломона, Тавит и Идуфь каноническими книгами. Страница 191. Проповедь за богослужением в 4-5 веке занимала не менее значительное место, чем в прежние века. Некоторые во время проповеди уходили, и было приказано запирать двери. 195-я страница. Проповедь Мирян в храме в присутствии епископа. Страница 201. Наш типикон из пустыни. Страница 202. Преподобный Сесой, однажды желая победить сон, привесил себя к утесу в пещере. Ангел пришел, снял его и запретил ему повторять это, дабы не подать примеры другим. Страница 203. Монахи испытывали друг друга, хваля испорченную рыбу и признавая плохое хорошо приготовленную. От вина не отказывался даже преподобный Сесой. Но когда ему предложили третью чашу, он сказал, брат, или ты не знаешь, что есть сатана? Подвижничество пришло к выводу, что неедение более одного дня опасно и не стали его рекомендовать. Страница 213. Антоний говорил, что монах должен сказывать, сколько пьет капель в своей келье и сколько делает шагов. На учению достаточно писаний. Страница 215. Доколе жив первый пресвитер, прочие не служат, не судят, не говорят по учению, а только совосседают с ним в безмолвии. В монастыри проникали ересь и было несколько церквей и для еретиков. Страница 221. В городе ныне, засыпанному песком в развалинах, было до 30 тысяч монахов. Страница 206. 36. На молитве не зевать и не кашлять, после поклона вставать по удару настоятеля в пол рукой. Страница 238. Желающего поступить в монастырь, 10 дней удерживали снаружи и оскорбляли. Страница 275. Ответ оглашенных. Приходят с поручителями, которые дают ответ, не пьяницы ли, не хвостун ли. Учатся в течение 7 недель по 3 часа ежедневно. Страница 285. Кто-то отгрыз от животворящего креста и украл частицу. Теперь диаконы стоят возле и наблюдают, чтобы не повторилось подобное. Страница 333. У армян, Господи, помилуй, сто раз говорят. Страница 2 по 9. Колокола вводили за богослужением неохотно. Страница 2 по 23. Царю небесный ввели не ранее 9 века. Три святое с 438 года. Приди поклонимся с 13 века. Приди поклонимся с 13 века.